Продолжение следует... Сегодня мы хотели поговорить с вами на тему введения в основу аюрведа. Я так более пафосно назвал эту тему, как аюрведа по бездоровью и счастью. Сначала я хотел бы познакомиться, но точнее, так как у нас все-таки достаточно односторонняя связь, то очень коротко рассказать о себе. Зовут меня Семеряшка Александр. То есть я специалист по аюрведической диагностике и традиционным системам оздоровления. Закончил я курсы традиционной медицины при Новосибирском государственном университете. Затем проходил обучение у таких специалистов, как ветров, субботиалов, радозин. И последние три года я профессионально занимаюсь юридической медициной. То есть работал заместителем руководителя Московской международной клиники восточной медицины. Проводил прием в Московском индийском центре ЛОТОС и в других организациях. То есть сейчас продолжаю консультировать население по вопросам юридического оздоровления. В основном моя деятельность сводится к тому, что я осуществляю диагностику состояния здоровья людей, используя классические методики, классические методики аюрведы и инновационные, то есть компьютерные технологии. На основании диагностики назначаю комплексные программы оздоровления, которые включают в том числе и лекарственную терапию. И таким образом мы познакомились с клубом ТРАБ. Об этом еще будут какие-то моменты мы проговорим, а сейчас мы ближе к теме. Аюрведа. Аюрведа – это древнейшая традиционная система оздоровления. Сам термин аюрведа санскритского происхождения состоит из двух корней – аюс и веда. Веда очень напоминает наше славянское слово – веда, ведать. То есть это знание, наука. Корень аюр, точнее аюс, он имеет очень много значений, так как санскрит, язык очень сложный, то есть и отдельные слова там могут иметь в зависимости от контекста до 30 значений. В литературе вы можете встретить очень много переводов слова аюрведа, то есть начиная от самых простых, как знание о жизни, наука о жизни, знание о здоровой жизни. Все эти переводы, они имеют место, они правильные, в общем-то, опять же, повторюсь, в зависимости от контекста. Вообще, я вот хотел бы сегодняшнюю нашу такую встречу, скажем, построить следующим образом. Я хотел бы дать как можно более такие вот изначальные основы аюрведы для людей, которые, ну, совсем, будем так говорить, незнакомы с ней. И в то же время, я эти лекции читал, в общем-то, в других местах, в других форматах, то есть и пришел к выводу, что даже для людей, которые, ну, как бы, которые владеют, скажем так, некоторыми познаниями по аюрведе, тоже не помешает некая систематизация знаний. Вот мне кажется, что это было бы полезно и для них тоже. То есть, ну, во-первых, мы, как вы видите на этом слайде, то есть, аюрведу можно отнести к традиционным системам оздоровления. То есть, именно традиционным. Здесь опять есть некоторая такая путаница, о которой я хотел бы поговорить. То есть, очень часто в литературе, с экранов телевизора, мы слышим такой термин традиционной медицины. Как правило, его относят к современной медицине. В общем-то, филологически это неверно. Традиционно называется медицина. Это как раз такая, как аюрведа, китайская медицина, тибетская медицина. То есть, та, за которой стоит многовековая, многотысячелетняя традиция. То есть, а современная медицина – это современная медицина. Но дело в том, что в сознании людей настолько прониклось, вот проникло вот это, скажем, название, что современная медицина является традиционной, что уже и специалисты, ну, чтобы быть правильно понятыми, То есть своими слушателями начали употреблять этот термин традиционная медицина применительно к современной. Поэтому здесь должно быть понимание. Поэтому я в своей дальнейшей беседе, когда буду говорить традиционно, я буду скорее всего называть ее древней, чтобы было понятно. Вообще это такое всеобщее заблуждение, что называется. Ну и сразу поговорим о целях Аюрведы. Вот я здесь привел формулировку такую, что целью Аюрведы является достижение физического и душевного здоровья путем установления равновесия во внутренней сфере человека и его гармонии с окружающим миром. Ну то есть такая очень многогранная формулировка. Но вот что интересно, на самом деле она прописана, как ни странно, это в документах Всемирной организации здравоохранения, Организации регионов наций. То есть вот эта цель, она ставится сейчас и перед современной медициной, хотя в общем-то она заимствована из Аюрведы. И это не случайно, потому что, ну скажем так, в штате, в структуре Всемирной организации здравоохранения есть аюрведические специалисты. И в общем-то, как многое современная медицина заимствовала и цели тоже из Аюрведы. Вообще Аюрведа это часть ведической традиции, одной из самых древнейших на Земле. Но тут сложно спорить, потому что, ну скажем, таких доказательств общепринятой точки зрения по этому вопросу нет. Но, скажем, многие авторитетные историки утверждают, что веды наиболее древние письменные источники, которые существуют на Земле. То есть, ну, примем это на веру. То есть, так вот, Аюрведа это часть вот этого ведического наследия. Ну и здесь очень важен вопрос происхождения вед и, соответственно, происхождения Аюрведы. Вопрос этот очень важен, потому как он не столько теоретический, сколько практический. Вот мне в своей деятельности приходится, ну, так часто, мне приходится сталкиваться с людьми, которые говорят, ну, а что там Аюрведа? Ну, она настолько древняя, когда это все было, то есть действует ли она сейчас в современных условиях. Потом, ну, это же такая чисто индийская система, а мы живем, то есть, в холодной северной стране, то есть, у нас совсем другие продукты, совсем другой образ жизни. То есть, поэтому этот вопрос о происхождении Аюрведы, он, в общем-то, практический, а не теоретический. И здесь тоже единого мнения нет. Вообще, у нас сегодня будет такой вечер, немножко мы будем с вами говорить о неких мифах, о неких недоговоренностях, то есть, потому что, ну, они имеют место, и о них нужно говорить. То есть, вот существуют различные гипотезы о происхождении ведического знания, ну, и, соответственно, Аюрведы как его части. То есть, первая гипотеза, ну, она такая наиболее распространенная, и вы ее можете встретить даже в книгах, ну, таких авторитетных авторов. Причем, я ни в коей мере не обвиняю их в заблуждениях, то есть, скорее всего, это делается по другой причине. Просто авторы немножко упрощают ситуацию, чтобы, ну, как бы там глубоко не уходить в метафизику, еще какие-то вещи. Просто так упрощают немножко, что называется, то есть, показывают только односторонно несколько. Так вот, первая гипотеза, это то, что веды являются, ну, скажем так, наследием древней индийской культуры, а, соответственно, Аюрведа, это некое такое вот существование, почему бы и нет. Вторая же гипотеза, это то, что веды, это наследие предшествующей нам более высокоразвитой цивилизации, которая когда-то давно существовала на нашей планете Земля, но затем погибла вследствие некой такой катастрофы планетарного масштаба. На эту тему написано много, скажем так, книг, снято много фильмов, половина из них, конечно, типа фантастического, скажем, плана. Но, тем не менее, то, что такая гипотеза существует и заслуживает внимания. Ну, и третья гипотеза, она, скажем так, она более свойственна в таком ригелиозном аспекте, несколько раскрывается. То есть, это то, что веды, это некое богооткровенное знание, которое было передано в Верховной Личности Бога сначала первому живому существу, то есть Брахми, а затем через цепочку ученической преемственности, то есть дошло до наших лет. Вот такие три теории, то есть в той или иной степени они говорят о происхождении Вед и происхождении Аюрведы. Но вот на самом деле я бы не сталкивал бы их в БАМе, эти гипотезы, и считаю, что вполне можно их проинтегрировать, что называется. То есть, и каждая из них заслуживает своего внимания. Более того, это процесс, один и тот же процесс, только если посмотреть на него с разных сторон. Поэтому вполне можно утверждать, что Веды, соответственно, и Аюрведы, это некое богооткровенное знание, которое было передано Господом, предшествующей высокоразвитой цивилизации, которая затем погибла, и которая в общем-то сохранила древняя индийская культура. Вот я предлагаю остановиться на такой гипотезе происхождения ведического знания, ну и, соответственно, Аюрведы. Погромче я сейчас попробую погромче немножко говорить, надеюсь, будет мне совершенно лучше. И еще один важный момент, то есть когда мы говорим о столь древних вещах, как Аюрведа, у нас невольно, чисто психологически может возникать, ну скажем, такой момент, ну никого, может быть, неуважения, что ли, недопонимания, потому что, ну вот мы с вами, как бы люди наверняка разных возрастов, да, у каждого свой какой-то жизненный опыт, но и тем не менее мы, естественно, наблюдаем, что даже на протяжении нашей жизни, ну как бы вот общество очень серьезно развивается, то есть какие-то научно-технические достижения становятся все более доступны нам. То есть и мы понимаем, что мы сейчас становимся с каждым там десятилетием там все умнее, да, то есть наука уже может больше позволить себе, там медицина развивается там семимильными шагами. Ну и казалось бы, а что там древнее, что они там могли, то есть. И вот это заблуждение, оно опять же, если говорить с точки зрения ведического подхода, оно тоже, ну как бы, неправомощно, потому как, то есть с точки зрения вед, то есть развитие человеческой цивилизации, оно циклично, то есть и человеческая цивилизация, она проходит, ну такие вот четыре юги, четыре периода временных в своем развитии, то есть и, соответственно, все это происходит по некой такой спирали, то есть цивилизация развивается, затем неожиданно деградирует и снова развивается. То есть, и вот если верить той хронике, которая сейчас представлена вот на этой картинке, да, то сейчас мы с вами проживаем так называемый, так называемый Кали-Югу, или, ну если говорить об этом в терминологии европейская, это железный век. То есть, и, в общем-то, мы сейчас находимся близко ко дну вот этого развития человеческой цивилизации, то есть идем, скажем так, к низу. Но понятно, что человеческая история, это не развитие человеческой истории, то есть развитие человеческого общества, это не некая такая линия, то есть однонаправленная, а это некая синусоида, то есть, которая имеет, то есть какие-то зубцы, то есть мы то поднимаемся, то опускаемся, то есть вот здесь вот, если представить тот этап, на котором мы сейчас с вами находимся, то есть как бы как увеличительное стекло посмотреть, то есть вот это представлено на слайде, да, то можно сказать, что мы просто сейчас с вами находимся вот на этом зубце, на маленьком подъеме, поэтому с точки зрения наших учебников истории, да, понятно, что как бы, ну, человечество развивается семимильными шагами, там, если мы вспомним, там, древнюю историю, там, средние века и так далее, и так далее, и мы дойдем до наших дней, то есть это вот как бы вершина этого зубца, то все как бы, ну, вот просто семимильными шагами развиваемся. Но на самом-то деле, на самом-то деле, если посмотреть вот эту линию огибающую, общую, да, то, в общем-то, ну, вот Сатия-Юга, золотой век так называемый, люди были гораздо выше по своему, скажем, духовному развитию, по своим возможностям, то есть, и вот именно Сатия-Юга, это и есть тот период, когда зародилась Аюрведа, и когда появилась ведическая традиция, то есть, которую мы уже унаследовали там через много-много веков по линии преемственности. Но еще в защиту этого древнего знания, я хотел бы привести, вот здесь на слайде я привожу две цитаты, академика Акимова, которого, ну, очень трудно заподозрить, какой-то пристрастности там, или как-то в отношении к метафизике, вот, то есть, это, ну, человек, современный ученый, то есть, совершенно такой представитель естественных наук, то есть, вот, тем не менее, и он произнес такие вот фразы, которые мне показались очень интересны, то есть, которые говорят о том, что в ведических источниках, в общем-то, описано все то, к чему пришла современная физика, то есть, это действительно на самом деле так. Здесь представлены картинки, на которых изображаются летательные аппараты, то есть, космические, то есть, изображается битва, то есть, в которой применялось ядерное, термоядерное оружие, то есть, все это уже было, да, то есть, все новое, это хорошо забытое старое. Но это я, как бы, оправдываю Аюрведу, что на самом деле это нечто такое древнее поросшее мхом, что она лично актуальная, лично молодая, развивающаяся наука о здоровой жизни. То есть, некая такая инструкция по эксплуатации человека. Ну, еще я хотел остановиться на отличие Аюрведы от других медицинских систем. Потому что это довольно важный момент, но, скорее, мы будем говорить об отличии от современной медицины. Здесь тоже я хотел бы немножко сделать такое небольшое вступление. Вот, современная медицина, как бы мы ее не хвалили, как бы мы ее не ругали, да, но, в общем-то, по своей сути, она выросла из Аюрведы. То есть, тот же Гиппократ, Парацельс, то есть, они прекрасно знали Аюрведу, применяли ее в своей практике, то есть, заимствовали очень многие вещи, ну, начиная даже от просто белого халата, который сейчас принят в здравоохранении, это, в общем-то, тоже пришло из Аюрведы. Вот, но, вот, современная медицина, это некая такая, ну, часть или отрасль экономики, то есть, и она подвержена экономическим законам. И, соответственно, мы имеем ту медицину, за которую мы с вами, как потребители ее услуг, готовы платить. Поэтому, вот, ну, как бы наши нападки на медицину, они не всегда обоснованы. То есть, скорее всего, ну, как бы мы сами, вот, имеем, ну, как бы заказываем музыку, что называем, называется. Вот, конечно, Аюрведа, она очень сильно отличается от современной медицины, но, во-первых, она отличается тем, что у нее очень глубокий философский подход к самому понятию здоровья. То есть, дальше мы с вами будем говорить об этих вещах, и будет очень это заметно. То есть, что, ну, как бы Аюрведа, она реально опирается на, ну, во-первых, на философию, то есть, на очень глубокие какие-то моменты, которые говорят о предназначении человека, то есть, откуда мы, куда мы идем, в чем смысл нашей жизни. То есть, потому что эти вещи, они неразрывно связаны со здоровьем человека. И если их не рассматривать, то есть, то не получится, называется, лечить хорошо. Второй вопрос, это второй момент, чем отличается Аюрведа от современной медицины, это целостность человека и окружающего мира. То есть, мы с вами являемся маленькими частицами огромной Вселенной. И мы связаны миллионами неразрывных нитей с внешней средой, и никаким образом невозможно оборвать эти связи, как бы мы этого ни старались делать. Третий момент, это целостность человека, ну, как некого биологического объекта. То есть, все в нашем теле неразрывно связано. Клетки, ткани, органы, системы. Это то, что вот в современной медицине, когда студенты приходят на первый курс мединститутов и начинают изучать анатомию, и им, как правило, профессора говорят, что вот это деление, это условно, это классификация, для того, чтобы вы лучше запомнили, но там уже начинает третьему, четвертому и дальше курсу, это настолько уже въедается, что мы уже по-другому человека не видим, как некая такая, ну, то есть, набор элементов. То есть, а в целом мы человека не видим. То есть, это, в общем-то, то, в чем мы зачастую обвиняем в современную медицину, такой очень узкой специализации. То есть, вот Аюрведов, она ведет человека в целостность, то есть, холистический подход, что называется. Четвертый момент, это опять же целостность человека, как психосоматического объекта. Имеется в виду связь тела, психики, то есть, сознание, эмоции, физиологии. Ну, надо отдать должное, современная медицина, понятно, что она как бы тоже старается в этом направлении работать, и, по крайней мере, провозглашается такой психосоматический подход. То есть, ну, скорее это на словах, нежели на деле. Вот в Аюрведе это, ну, как бы первейший момент, и дальше мы с вами увидим все эти вещи. То есть, мы будем говорить о развитии болезней, то есть, и там, конечно, психосоматический фактор очень проявлен. Пятый момент, это индивидуальный подход к пациенту. То есть, тоже современная медицина, безусловно, об этом говорит, но, опять же, скорее это на уровне дифирамбов неких. Вот Аюрведа, она одна из немногих медицинских направлений, которые реально подходят к человеку, как к некому уникальному объекту. То есть, и, в общем-то, этим она и отличается от других тоже традиционных систем, то, что она вскрывает некие индивидуальные признаки, то есть, конституцию человека, и дальше рассматривает протекание болезней, методы лечения человека, именно индивидуально. То есть, и одно и то же заболевание у двух разных людей будет лечиться совершенно по-разному. Далее, шестой момент, это приоритет профилактики над лечением. Это очень важный момент, тоже об этом сейчас очень много говорится в современной медицине, и не случайно. Вот условно можно поделить Аюрведу, но как бы две такие большие составляющие части, а именно это профилактика, и вторая часть, это непосредственно, скажем так, терапия или медицинская составляющая. Так вот, если говорить о величине, то есть об акцентах, то в Аюрведе профилактике заболевания уделяется даже большее значение, нежели лечение. Это не случайно. Ну и седьмой момент, это диагностика заболеваний на ранних стадиях. Мы тоже об этом еще сегодня поговорим. То есть, это на самом деле очень важный момент. Вы видите, что Аюрведа обладает необходимыми, скажем, знаниями для того, чтобы это делать. Ну и восьмое, это уже натуропатические методы терапии. То есть, это натуральные моменты, тоже о которых мы сегодня поговорим. Вот особенно важный момент прозвучал, это профилактика, скажем так, заболеваний. Это немаловажный момент. И, опять же, эксперты Всемирной организации здоровья опубликовали свои исследования и выделили факторы, которые определяют состояние здоровья человека. Результаты исследования стали сенсацией. То есть, оказывается, наше здоровье зависит от уровня развития здравоохранения всего на 7-8%. То есть, и зависит от экологии и наследственности, соответственно, на 20% также уделяется. И самым значимым фактором является образ жизни. Его вес 52-53%. Причем эти исследования затем были повторены уже, начинали в Советском Союзе, потом в России. И, в общем-то, наши ученые тоже пришли к таким же выводам. Даже несколько был перекос еще больше в сторону образа жизни. То есть, соответственно, здравоохранение было где-то 5-6%, ну и, соответственно, образ жизни был несколько выше. То есть, это, опять же, подтверждает то, что в Айрведе известно многие тысячелетия. То есть, о том, что образ жизни, но, опять же, в широком смысле этого слова имеется в виду образ мысли, питание, распорядок дня. То есть, насколько он имеет, скажем так, приоритетное значение в поддержании здоровья человека. Ну, теперь мы перейдем к основному понятию в Айрведе, а именно это Доши и Конституция. Это то, на чем, в общем-то, Айрведа стоит, что называется. Вот вся окружающая нас Вселенная, то есть, все мироздание, то есть, галактики, планеты, океаны, растения, животные, человек, в конечном итоге, даже с точки зрения современной естественной науки, состоят из трех составляющих. А именно, это материя, энергия, информация. И эти три субстанции, они каким-то образом организованы, структурированы. То есть, и вот в основе этой структуры лежат так называемые первоэлементы. На санскрите они называются панча-махабхуты. Вот этот перевод первоэлементы, он не очень удачный, потому что в нашем понимании первоэлементы, ну, сразу как нечто, что-то такое материальное, вещественное. А все-таки панча-махабхуты, это больше принципы организации, вот материи, информации, энергии. Их пять. Первый, это первый принцип, принцип эфира. То есть, это принцип пространства. То есть, для того, чтобы что-то существовало, для него нужно банально место. То есть, или же это аналог такого современного понятия, как физический вакуум. Второй принцип называется воздух. Это принцип движения. Мы знаем, что в этом мире все движется, начиная от элементарных частиц и заканчивая огромными там макрообъектами космическими. То есть, ну, а если мы говорим о веществе, то это газообразная форма существования вещества. Следующий принцип, принцип огня. То есть, это принцип трансформации материи. Все в этом мире взаимно трансформируется, взаимно превращается из одного в другого. То есть, и если мы говорим о веществе, то это четвертое плазменное состояние вещества или материи. Четвертый принцип, принцип воды. Это жидкое состояние вещества или принцип взаимосвязи. Все в этом мире взаимосвязано. Как известно, взмах крыльев бабочки порождает наводнение в Китае. То есть, также все в теле организма связано, организм человека связан с внешней средой. То есть, вот этот принцип вода отражает эту взаимосвязь. И пятый принцип, это земля. То есть, это принцип структуры, организации. То есть, все в этом мире каким-то образом организовано, структурировано, имеет какую-то форму. Или же это твердое состояние вещества, если мы говорим уже о каком-то вещественном проявлении. То есть, вот такие пять принципов. То есть, эфир, воздух, огонь, вода и земля существуют в ведической традиции, в Аюрведе. И, собственно говоря, вот эти пять первоэлементов, пять принципов, попарно объединяясь, образуют понятие Доши. Но если переводить Дошу с санскрита, там тоже очень много значений этого термина. То есть, начиная от того, что нестабильно, то, что выходит из равновесия. Ну, вот нам довольно сложно, как бы такой понятийный аппарат применять к современной жизни. Может быть, проще дать определение Дош, несколько привычнее будет другое. То есть, Дошами мы называем некие биологические факторы, которые управляют абсолютно всеми процессами в организме человека. Их три. То есть, они имеют такие названия на санскрите Вата и Токапха. То есть, эфир и воздух попарно объединяются, в живой материи образуют Вата Дошу. Огонь и вода попарно объединяясь, образуют Пита Дошу. Вода и земля попарно объединяясь, образуют Капха Дошу. Таким образом, возникают три Питя Доши. Здесь тоже хотел бы рассеять небольшое заблуждение, но, опять же, это некое упрощение. Это, наверное, для тех слушателей, кто знаком с июрведой более глубоко. На самом деле, каждая Доша представлена всеми пятью первоэлементами. Допустим, в Вата Доши все пять первоэлементов будут иметь место. Но наиболее представленным и будут определять ее свойства именно эфир и воздух. И это же можно сказать про каждую из трех Дош. Соответственно, каждая из Дош, в зависимости от составляющих ее первоэлементов, обладает определенными свойствами, из которых можно выделить три основных и одно главное. Ну, вот Вата Доши, как мы сказали, что в ней наиболее будет представлен воздух и эфир, а точнее, наиболее будет представлен воздух. Соответственно, основными свойствами этой Доши будет она сухая, холодная, легкая. То есть она как воздух, как ветер, как пространство. Такая же сухая, холодная и легкая. И основное свойство будет сухая. Опять же, на самом деле, вот этих свойств, их 10 пар. Называются они на санскрите гуны. Но учитывать их довольно проблематично. И на практике, скажем так, на нашем уровне достаточно учитывать эти три свойства. Следующая Доша, Пита Доша. Она организована огнем и водой. Причем основную, первую скрипку здесь играет огонь. И, соответственно, вот вода и огонь, они определяют основные свойства этой Доши. Она будет влажная, горячая и легкая. И главное свойство, чем она будет отличаться от своих сестер Дош, она горячая. Третья Доша, Капха, или иногда вы можете слышать Капа Доша, но вот это гортанная Ха, в санскрите оно может произноситься, может не произноситься. Поэтому так тоже правильно говорить. Так вот, Капа Доша, она сформирована водой и землей. Здесь есть разночтение, то есть разные школы считают по-разному. Кто-то перец-то отдает воде, кто-то перец-то отдает земле. Но для нас это с вами не принципиально важно. Самое главное, что и вода, и земля наделяют Капха Дошу тремя главными свойствами, а именно влажностью, Капхолодом и тяжестью. и тяжестью является именно основным свойством Капха Доши. Вот эти свойства, это не нечто такое отвлеченное теоретическое понимание. Это очень важный момент, потому что именно благодаря вот этим свойствам мы и обнаруживаем Доши в теле человека именно определяемых. Но на самом деле для чего же это делается? То есть делается это вот почему. Потому что, ну по сути, если говорить современным языком, что такое Доши? Это некие очень глубоко интегрированные показатели, которые отражают состояние систем регуляции всех процессов в нашем организме. Но вот конкретно вата Доши, она отвечает за все процессы движения в нашем организме. То есть начиная от передачи нервных импульсов, дыхания, кровообращения, процессы выделения, перистальтика, речки и другие. То есть все, что в нашем организме движется, все находится под управлением вата Доши. То есть это такой некий интегральный показатель. И следующая пита Доша, она отвечает в организме за все преобразования, за всю трансформацию. То есть за пищеварение, за выработку тепла, за зрение, за восприятие и усвоение информации и за все остальное. То есть все, что касается преобразования. И капха Доша, в свою очередь, она отвечает за структуру. То есть за построение и взаимосвязь клеток, тканей, органов систем, за баланс жидкостных средств в организме. Вот основные функции Доши. Опять же, я когда работаю со своими пациентами, тоже люди-то разные, скажем так, есть глубоко такие, скажем, как бы не принимающие вот эти метафизические вещи какие-то. И здесь мы иногда объясняем Доши через процесс метаболизма. То есть, в частности, капха Доша, она отражает одну из сторон метаболического процесса. То есть она отвечает за анаболизм, то есть объединение мелких молекул в более крупные, с поглощением, накоплением энергии. Вата Доша, наоборот, она отвечает за катаболизм, то есть более крупные молекулы разделяются на более мелкие, с поделением энергии. А Пита Доша, это есть равновесие этих двух процессов, то есть этих катаболизма и анаболизма, то есть это сам метаболизм и есть. Может быть, вот так вот будет понятно, то есть с точки зрения современной терминологии. Ну и соответственно, все три Доши, они в каждом человеке представлены по-разному. То есть представлены по-разному, но обязательно присутствуют все три Доши. Это и понятно, потому что если не будет функции какой-то из Дош, то человек просто умрет, что называется. Потому что у него обязательно должно быть движение, обязательно должно быть преобразование, трансформация, обязательно должна быть структура. То есть поэтому все три Доши обязательно присутствуют в человеке. Но вот их соотношение, их уровень, их величина, она будет различна для каждого человека. И вот именно их возможная комбинация, их величин и образует понятие конституции, а юридическая конституция человека. Или иногда еще называют это тип конституции. Вот собственно говоря, не бывает двух одинаковых людей. Каждый из нас очень глубоко индивидуален. То есть мы отличаемся какими-то психоэмоциональными чертами характера, физиологическими особенностями. Внешний вид у нас у всех разный. И вот как раз таки именно наша индивидуальность и определяется нашей конституцией, юридической конституцией. То есть мы такие, какова наша конституция, никак не другие. Давайте рассмотрим основные типы конституции человека. Вот первая вот эта строка, на ней представлены так называемые одинарные типы конституции, или еще их называют моноконституции, или чистые конституции. То есть это когда одна из дож очень сильно выражена по отношению с двумя другими дожами. То есть если дельта между ними больше чем в полтора раза, то мы говорим, что такая конституция называется одинарная, или чистая, или моноконституция. Ну вот в частности на этом рисунке представлена чистая вата так называемая. Видите, вторая по величине доша пита отстает от нее больше, чем в полтора раза. На этом рисунке представлена чистая пита, на этом представлена чистая капра. Такие конституции достаточно редкие на земле. То есть чаще встречаются двойные конституции, которые представлены вот уже на этом рисунке. То есть это происходит, когда величины двух конституций выражены больше, чем третья. Величины двух ведущих дош больше, чем третья доша. То есть разница между ними дельта менее чем в полтора раза. Это называется двойная конституция. Ну и их принято называть по величине. То есть в данном случае вот этот рисунок будет называться вата-пита конституции. Вот это будет называться пита-капха. То есть на первое место мы ставим самую высокую дошу, и на второе место вторую по величине. То есть вот это будет капха-вата. Ну и соответственно возможно шесть вариантов, шесть сочетаний. Ну и самый редкий на земле это так называемый тройной тип конституции или три доша. Это когда все три доши выражены более-менее одинаково. То есть между ними дельта менее чем в полтора раза. То есть это самый редкий тип конституции. Соответственно все характеристики человека, как я сказал уже, они определяются именно оригинальным соотношением дош. То есть ну и вы наверное уже сталкивались о том, что как можно определить конституцию. Вообще существует ну как бы огромное там количество разных методов. То есть один из них тесты. То есть когда идут вопросы и варианты ответов. То есть и дальше мы считаем сколько баллов набрали те или иные признаки. То есть и таким образом определяем выраженность. То есть той или иной души. То есть вот здесь приведен, здесь на этом слайде приведен фрагмент такого теста. Ну и немножко давайте поговорим о распространенных ошибках определения конституции. То есть ну как правило уже просто по опыту мы сталкиваемся с такими ошибками, когда вот вот здесь я конкретно указал, что подащавое телосложение, это значит у человека выражена вата. Если полное телосложение у человека, значит у него ярко выражена капха. Ну и соответственно среднее телосложение значит выражена питая душа. Ну вот это заблуждение на самом деле. И мы очень часто встречаем, допустим, людей с избыточным весом. Они могут быть и вата типа, и пито типа, и капха типа. То есть и причины ошибок они кроются в том, что опять же мы забываем зачастую, что все три души, они очень всегда присутствуют у человека. Другой вопрос, что как они выражены будут. Это первый момент, то есть конституция это некая суммарная результирующая величина присутствия той или иной души в теле человека. То есть это первый момент. Ну и второй момент, как правило мы не учитываем следующий момент, что любая конституция, она имеет три сферы проявления. А именно это сфера психоэмоциональная, то есть это сфера физиологическая и антропометрическая, то есть внешний вид. И соответственно они могут отличаться друг от друга. То есть и та конституция, о которой мы говорим, это как правило результирующая, суммарная. То есть зачастую у человека психоэмоциональная сфера одна конституция, физиологическая сфера другая конституция, а внешний вид может быть третья конституция. Причем это довольно часто встречается, и это совершенно нормальное явление. Как правило это происходит при смене конституции, потому что души подвижные. Мы сейчас еще об этом поговорим. Следующий слайд. Понятие пракрити и викрити. Непростой вопрос, потому что он представлен в литературе по-разному и возникают некоторые заблуждения. Опять же это не потому, что авторы заблуждаются, а скорее потому, что авторы представляют некую частную точку зрения, то есть частный случай, а уже читатели и слушатели распространяют его на более общие ситуации. Так вот, на души влияет огромное количество факторов. То есть это эмоции, климат, питание и так далее, и так далее, и так далее. И соответственно величина душ постоянно играет, постоянно меняется. И соответственно наша конституция, она будет различной в различный момент времени. Так вот, принято определять два вида конституции. Это пракрити и викрити. Пракрити это врожденная конституция, то есть это то соотношение душ, которое установилось на момент зачатия человека. То есть иначе мы говорим врожденная конституция. Она, скажем так, раз и навсегда, но затем в процессе жизни она может измениться. Вообще это очень такой глубоко философский момент, то есть, ну как бы вот с точки зрения аюрведы, конституция, она собственно говоря, в этот момент определяется конституцией мамы и папы, то есть наших родителей. То есть, вот, но мы сказали, что аюрведа это часть ведической традиции, а ведическая традиция, она говорит, я не есть это тело, я не есть эти эмоции, я не есть эти мысли, я есть душа, душа вечная, которая никогда не рождалась, никогда не умрет, которая приходит из жизни в жизнь, из тела в тело, то есть меняя тела, как износившуюся одежду. И у этого путешествия есть некий смысл, то есть некая духовная эволюция. И вот с точки зрения ведической, то есть мама и папа не случайно, то есть наша душа их долго и тщательно выбирала, то есть, и в общем-то, все это происходит в соответствии с нашим кармическим прошлым. То есть, если все сократить, что я сейчас вот сказал, можно сказать так, что Пракрити это воплощение нашего кармического прошлого, то есть это я настоящий, я истинный, то есть это я тот, который пришел в этот мир, то есть это некий код, который содержит в себе тот жизненный урок, который, собственно говоря, ради которого я воплотился и который я должен решать. Но вот в реальной жизни, да, мы все с вами учили в школе, в институте, иногда сбегали с уроков, сходили с пар в институте, то есть так же и в жизни. То есть иногда мы как бы отказываемся решать эти кармические уроки, которые нам были заданы, то есть и как бы убегаем, что называется. То есть возникает Викрити, то есть текущая конституция, которая отличается от Пракрити, то есть Викрити это соотношение ДОЖ, установившееся на текущий момент времени, и оно отличается от Пракрити. Но Пракрити не меняется никогда, вот как в момент зачатия соотношения ДОЖ в теле маленького человечка установилось, так и всю жизнь оно будет присутствовать. И вот здесь есть ряд заблуждений, то есть, ну как бы об их соотношении, о которых это довольно сложный момент, но об этом говорить нужно обязательно. То есть, как мы сказали, что Пракрити отражает нашу программу, нашу изначальную природу, иногда говорят, что определяет максимальный уровень здоровья, но вовсе не идеальный, потому что могут быть даже врожденные заболевания, или то, что мы называем генетически обусловленные заболевания. Поэтому вот иногда в книгах можно встретить, что нужно вернуться к своей изначальной конституции, своей Пракрити, это будет означать здоровье. То есть, вот здесь, опять же, это частный случай. То есть, если наша Конституция Пракрити, врожденная Конституция, ну скажем так, близка к идеалу, а идеалом она будет тогда, когда ДОЖ будет представлены более-менее равномерно, то есть, вот эти дельты между ДОЖ, они будут как можно меньше, тем будет меньше у нас проблемы в плане физиологии и психоэмоциональных комплексов. То есть, вот если наше Пракрити, оно более-менее сбалансировано, то да, есть смысл возвращаться к нашей врожденной природе. Но это не всегда так происходит. Иногда, вот мы даже из практики, мы видим, что у человека изначально Пракрити разбалансировано. Это не случайно, то есть, это какие-то кармические уроки, то есть, какие-то серьезные заболевания, какие-то серьезные психоэмоциональные комплексы, которые человек должен пронести через всю свою жизнь. И, тем не менее, мы должны бороться с такой ситуацией, мы должны гармонизировать ДОЖ, то есть, пытаться, ну, как бы решить вот этот жизненный урок, пройти его. Поэтому можно сказать так, что Пракрити, по сути своей, это некая наследственность, если говорить современным медицинским языком, то есть, это некая наследственность, это некая наследственная предрасположенность. Поэтому, конечно же, мы ее учитываем в своей деятельности, то есть, потому что она показывает, как человек будет реагировать на ту или иную ситуацию, то есть, какие у него предрасположенности, к каким заболеваниям, то есть, и мы можем заранее предусмотреть эти вещи, то есть, наладить, организовать такой образ жизни человеку, да, по-своему порекомендовать, то есть, придерживаясь которой, он просто, ну, как бы, никогда не заболеет этими болезнями. То есть, это не нечто такое предрешенное, раз и навсегда. Поэтому Пракрити в этом плане очень важное, но вообще, конечно, весь процесс лечения идет по выкрите. Вот на этом слайде представлены факторы, которые влияют на ДОШи, как мы сказали, что ДОШи, они очень подвижны, да, то есть, и опять же, вот факторы, они зависят от свойств, о которых мы уже говорили. Ну, для примера, вата ДОШи, так как она сформирована в основном воздухом и эфиром, соответственно, она будет сухая, холодная и легкая. И вот, соответственно, свойства, которые будут снижать эту ДОШу, они будут противоположные основным свойствам ДОШи. То есть, это так называемый аллопатический подход, что называется. То есть, подобное увеличивает подобное, противоположное снижает. То есть, и, соответственно, есть определенный переход, можно сделать вкусом, который будет повышать ДОШу. Вот здесь представлены, то есть, острый, горький и вяжущий вкус будет повышать вата ДОШу. Соответственно, соленый, кислый и сладкий будет снижать ДОШу. Кроме того, ДОШа зависит от возраста, вернее, от периода жизни. Вот так, после 50 будут включаться дополнительные факторы, которые будут содействовать повышению вата ДОШу. Это вовсе не значит, что все люди, старшие 50, становятся вата типами. Нет, просто дополнительный фактор, который будет способствовать увеличению ваты. Мы, в общем-то, используем это в своей деятельности, вот это знание, то есть, учитываем. Точно так же, соответственно, капха ДОШа, она дополнительное воздействие, как бы повышающее, приобретает в детстве, то есть, ну, как правило, до полового созревания. Ну, и в средний период жизни, там дополнительное воздействие испытывает вата ДОШа. Кроме того, есть так называемый суточный циркатный ритм ДОШ, то есть, есть время определенное повышение ДОШа. Таким образом, мы даже можем диагностировать, если какое-то обострение происходит в один из промежутков времени, которые вы здесь видите на этом слайде, значит, можно предположить, что заболевание развивается по типу присущей данной ДОШе. Погода влияет, климат влияет на ДОШ, соответственно, вот на вату будет влиять сухая, холодная, ветреная погода. Пита ДОШу будет возбуждать жаркая и влажная погода. Капха ДОШу будет увеличивать холодную, влажную, облачную погоду. Тоже это следует учитывать, то есть, когда у человека... То есть, все эти вещи, они не столько теоретические, они больше практические. Может быть, сейчас это не очень понятно, но на самом деле это, в общем-то, практические вещи. Но, допустим, для примера, человек вата-пита-конституции, то есть, двойная конституция, у него сильно выражены и вата, и пита, то есть, они почти равны, да, и нам нужно назначить ему некий режим питания, режим жизни, то есть, распорядок дня, то есть, что именно назначать, нам подскажет время года, то есть, период предстоящий. То есть, допустим, если наступает лето, значит, мы должны пристальное внимание обратить на пита ДОШу, потому что повышение температуры будет повышать именно пита ДОШу. И напротив, осень, то есть, холодное время года будет возбуждать вата ДОШу. Соответственно, мы этому человеку будем менять режим жизни, то есть, в зависимости от климатических особенностей. Вот, эмоции точно так же оказывают огромное воздействие на ДОШу, то есть, они либо повышают, либо понижают ДОШу. Ну, и вот здесь представлено, что, допустим, вата ДОШа, это, как правило, если возбуждена у человека вата ДОШа, да, этот человек будет такой чувствовать тревогу, неуверенность, страх, и верное, и обратное, то есть, какие-то стрессовые ситуации будут вызывать у человека вата-типа тревогу, неуверенность и страх. То есть, и, соответственно, можно дальше продолжить эту цепочку, и она будет отражаться на физиологии человека, а в конце концов и на внешнем виде. Вот. Помимо этого, мы сказали, что соотношение ДОШ определяет индивидуальность человека, то есть, но на самом деле, вот эта вот палитра, разнообразие человеческих характеров, типов, внешности, оно, конечно, огромное просто, но нет двух одинаковых людей. И это создается не только за счет вот этих трех ДОШ, а еще за так называемых за счет ментальных ДОШ. Вот эти три ДОШа, которые мы обсуждали, вата, пита, капха, их иногда называют шарира ДОШ, то есть телесные ДОШ. Но существуют еще ментальные ДОШ, ДОШ и Ума, для Манаса ДОШ их называют. Это сатва, раджас и тамас. То есть, это уже такие очень тонкие материи, то есть, тамас это невежество, инертность, эгоизм, то есть, раджас это страсть, возбужденность, гиперактивность. А сатва это чистота, благость, гармония. Иногда, чтобы объяснить понятие этих гун, или их называют махагуны, то есть, приводят такую зарисовку. То есть, представьте себе, ну вот какой-то некий такой плоский аквариум, с прозрачными стенками, через который вы смотрите, что находится с другой стороны. И если туда налита чистая вода, вы будете вполне нормально видеть, в общем-то, то, что происходит по ту сторону этого аквариума. Но если мы туда капнем там, две-три капли чернил, то вода станет несколько мутной, то есть, мы станем хуже видеть. Если мы вылим туда всю чернильницу черную, то мы вообще перестанем все видеть. Вот эти три состояния, как раз таки отражают махагуны. То есть, чистая вода, это сад вагуна, то есть, это чистота, благость, когда мы понимаем окружающий мир совершенно адекватно, то есть, мы все видим, все понимаем, все осознаем. Раджас, когда несколько капель появилось, то есть, у нас сознание замутняется, искривляется наше понимание. То есть, мы воспринимаем мир через страсть, возбуждение, через гиперактивность. То есть, и тамос, это когда мы всю чернильницу вылили, когда мы совершенно ничего не понимаем, что происходит в этом мире. То есть, такое полное невежество, то есть, полная инертность. И, соответственно, вот в каждом человеке точно так же присутствуют как три души, так и три махагуны. И вот сочетание трех телесных душ с тремя ментальными душами и дает вот это огромное многообразие человеческих характеров. То есть, существуют тесты на определение махагуны, но на самом деле они на практике не очень важны, потому что, ну, в основном, скажем, 98% населения, они все-таки, у них сейчас современного населения выражен раджес. То есть, ну, в частности, если говорить о наших пациентах, да, которые к нам ходят на прием, то есть, вот такие тамастичные люди к нам вообще, как правило, не приходят, потому что, ну, тамос, тамос имеет самый высокий такой уровень, это у людей, ну, скажем так, это вот алкоголики, наркоманы, то есть, ну, они просто не ходят, естественно, к нам на прием, потому что, ну, как бы, аюрведы мало интересуют. В основном, это раджес, то есть, люди в сатве тоже к нам, ну, скажем так, не ходят, потому что, ну, как бы, нет этих проблем, что называется. Вот, поэтому мы так немножко отвлеклись. Вот, следующий момент, очень важный, я хотел бы рассмотреть механизм развития болезни, то есть, так скажем, патогенез, с точки зрения, ну, современной западной медицины и с точки зрения восточной медицины, ну, в частности, аюрведической. Ну, между ними, как я уже говорил в начале, довольно серьезный такой водораздел происходит, то есть, такие довольно серьезные различия. Но если о этих различиях говорить кратко, то можно сказать следующее. Вот современная западная медицина, это естественная наука, она стоит на платформе материализма, и, соответственно, она уделяет внимание вот этому физическому телу, этим физическим, физиологическим процессам, которые протекают в этом теле, то есть, акцент ставится на физиологии. И в противовес ей восточная медицина, она утверждает, что вот помимо этого физического тела, у меня есть некие тонкие тела, которые каким-то образом сложно организованы, и все процессы начинаются именно в тонких телах, и только потом они уже не сходят на уровень физиологии. То есть, различия между восточной и западной медициной, если говорить об этом кратко, я немножко, конечно, загрубляю, можно сказать, в акцентах. Западная медицина основной акцент делает на физиологии, восточная медицина основной акцент делает на энергетике. И вот с позиции восточной медицины, первой причиной любого заболевания, так называемая ментальная стадия развития болезни, является негативная мысль, которая как раз таки и возникает под воздействием Тамаса и под воздействием Раджаса. Понятно, что речь идет не о каждой негативной мысли. Если каждая негативная мысль будет вызывать у нас заболевание, ну, бедные будем мы тогда. Нет, речь, конечно же, идет о том, что в психологии называется устойчивые мыслеформы. То есть, это некие устойчивые мысли, которые всерьез и надолго завладели моим вниманием. То есть, вот я их прокручиваю в голове. Вот именно они и вызывают старт заболевания. Вот психика человека, она устроена таким образом, что каждая наша мысль приобретает некую эмоциональную окраску. Соответственно, негативные мысли порождают негативные эмоции. То есть, страх, беспокойство, алчность, зависть, вожделение до бесконечности можно продолжать. То есть, процесс заболевания переходит на второй уровень, на так называемую эмоциональную статью. То есть, возникает негативная эмоция. И вот проблема негативной эмоции, что как раз-таки она и разрушает наше тонкое тело, наши тонкие тела, нарушают нашу энергоинформационную структуру. Вот, в частности, я вот здесь такую картиночку разместил. Это аура человека, аура женщины. Вот негативные эмоции, видите, пробили эту ауру, то есть, нарушили ее. Соответственно, рано или поздно это разовьется в какие-то физиологические проблемы. То есть, можно ожидать. Затем, следующая стадия, так называемая нейроэндокринная. То есть, когда возникает нарушение энергоинформационной структуры, соответственно, нарушается энергетика человека. С точки зрения аюрведы, как раз-таки и вот здесь возникает нарушение ДОЖ. То есть, возникает дисбаланс ДОЖ. Вот этих неких управляющих биологических факторов, которые регулируют все физиологические процессы в теле человека. Таким образом, с позиции аюрведы, первой причиной любого заболевания являются негативные мысли, негативные эмоции, нарушение энергетики, дисбаланс ДОЖ. С точки зрения современной западной медицины, все вот эти три стадии, их можно уложить в одну стадию, которая называется стадия компенсации. То есть, с точки зрения современной медицины, современной биологии, задача любого организма – это удержать гомеостаз. То есть, удержать постоянство внутренней среды. Внешняя среда постоянно меняется. То есть, влажность, температура, давление. Постоянно меняется. И для того, чтобы все физиологические процессы шли нормально, то есть, организм должен каким-то образом сузить диапазон этих изменений. Это достигается за счет адаптационных возможностей человека. То есть, мы все имеем адаптационные возможности. И вообще, когда мы говорим «человек здоров», то есть, на стадии компенсации, с точки зрения современной медицины, человек здоров. Мы подразумеваем, что у человека внутри все идеально, как швейцарские часы. Но на самом деле, в каждом органе, в каждой физиологической системе одновременно уживается патология, то есть, болезнь и здоровье. Но на данной стадии, на стадии компенсации, адаптационные возможности у человека настолько высоки, что они подавляют любую патологию, то есть, любую болезнь. То есть, если представить это в виде весов, на одной чаше которых болезнь, но на другой здоровье, на стадии компенсации здоровье перевешивает болезнь и не дает никаких шансов ей. Но, тем не менее, процесс патологии может развиваться дальше. Из позиции восточной медицины наступает четвертая токсическая, так называемая, стадия, когда процесс выходит на уровень уже физического тела. То есть, происходит нарушение обмена веществ, образуются продукты неполного метаболизма, то, что мы называем токсины, шлаки, соли. В Ирведе это называется ама. Санскритское слово, то есть, а отрицание, мы, 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 ма, мое. То есть, то, что не мое, то, что нужно выводить из организма. Вот эти токсины, это ама, с движением крови, с движением линфы, с движением межклеточной жидкости, начинает распространяться по всему организму и возникает отравление, интоксикация. Соответственно, с точки зрения западной медицины, это называется стадия субкомпенсации. Субъективно, человек в таком состоянии начинает чувствовать слабость, пялость, то есть, снижение работоспособности, снижение творческого потенциала. У него могут проявляться уже какие-то, то есть, болезненные симптомы. То есть, как правило, так как нет локализации заболевания, то есть, весь организм втянут в этот процесс, то эти заболевания носят такой транзиторный, переменчивый характер. Там кольнуло, там стрельнуло, то есть, непонятно. Болевой порог у нас у всех разный. И вот в основном мы эту стадию переносим на ногах. Но бывают люди с таким пониженным болевым порогом, они реально страдают очень серьезно и вынуждены обращаться в медицинское учреждение. Вот какой бы врач замечательный не был, но, к сожалению, на стадии субкомпенсации он практически не может поставить современный диагноз. Потому что современный диагноз это некий набор симптомов, привязанный к определенному синдрому. А здесь нет клинической картинки, так как болезнь не имеет локализации, то есть, и нет четкой симптоматики. То есть, соответственно, врач испытывает затруднения в постановке диагноза. Но лечить же нужно, поэтому, как правило, здесь ставятся такие общие диагнозы, там, не знаю, где-то сосудистая дистония, там, синдром хронической усталости, вот что-то такое. Но лечение реально затруднено на этой стадии. И весьма вероятно, что, как бы, процесс пойдет дальше, и с точки зрения аюрведы наступает пятая проявленная или симптоматическая стадия. Это то, что в современной медицине называется манифестация болезни. То есть, здесь токсины, ама, начинает оседать в ослабленных органах. И возникает уже локализация заболевания, то есть, возникает патология конкретного органа. У нас у всех есть ослабленные органы. Они могут быть ослаблены, ну, в силу наследственности, то есть, можно сказать, в силу пракрити, в конституции. Ну, например, если в пракрити человека доминировала вата душа, соответственно, скорее всего, он чаще всего будет испытывать такие негативные эмоции, как беспокойство, страхи. И при этом у него органными мишенями будут почки, мочевой пузырь, то есть, мочеполовая система. Соответственно, если это пито, то он будет испытывать раздражительный сгнив и удар на себя будет принимать жерчевладящая система. То есть, жерчный пузырь, печень. То есть, иногда, мы говорим, какие-то нарушения аномалии развития жерчного пузыря, загиб так называемый. Ну, как правило, вот он как раз у людей, у которых в пракрити доминирует пито-доша. Ну и так далее. То есть, у каждого человека есть ослабленные органы. И вот как раз таки, вот эта ама, эти токсины начинают оседать здесь. И, соответственно, с точки зрения современной медицины, это называется стадией декомпенсации. То есть, наши весы окончательно пришли в движение. То есть, они колебались, колебались на стадии субкомпенсации. И здоровье сдало. То есть, болезнь перевесила чашу здоровья. То есть, произошел срыв приспособления, адаптационных возможностей не хватило. И произошел срыв приспособления. И, соответственно, врач здесь наблюдает уже совершенно четкую клиническую картинку, четкие симптомы. И он ставит диагноз и назначает симптоматическое лечение. Если по каким-то причинам мы не справляемся с ситуацией, то наступает шестая терминальная стадия. Она необратима. То есть, если до этого можно было процесс как-то развернуть вспять, то на шестой стадии это уже невозможно. Потому что здесь происходит уже органическое разрушение клетки, органа, системы. Здесь можно только, скажем так, повысить качество жизни немножко человеку, облегчить существование. То есть, если орган не жизненно важный, это удаление, то есть, какие-то трансплантации, заменители, операции. Это очень важный момент, почему мы об этом говорим. Но вот аюрведическая диагностика она позволяет диагностировать развитие этого процесса, ну вот скажем, на границе между второй и третьей стадии. То есть, как только эмоции приводят в движение нашей душе, уже аюрведа это понимает. Соответственно, раннее обнаружение патологического процесса позволяет нам, ну как бы так, малой кровью ситуацию выправить, что называется. Это первый важный момент. Второй важный момент, который, ну принципиально важный момент, я так бы сказал, это следующее. Вот современная медицина в основном работает на пятой стадии. Вот здесь. Причем не потому, что она там плохая или хорошая, а даже в силу того, что мы как пациенты предпочитаем приходить к врачам уже вот здесь, когда уже ну все, вот заболело. Причем мы как приходим, да, и говорим, что вот доктор там, ну три дня назад там заколола, заболела, там подреберье, все такое вот. На самом деле этот процесс уже длился несколько дней, недель, месяцев. Он прошел уже вот эти вот пять стадий. Соответственно, современная медицина вынуждена работать вот здесь уже, скажем так, с физическим телом. При этом, в общем-то, происходит игнорирование первопричин заболевания. И можно сказать так, для того, чтобы человека избавить от какой-то проблемы, а проблемой мы называем какое-то физиологическое заболевание или психоэмоциональный комплекс. Вот на проблему нужно заходить с двух направлений обязательно. То есть нужно, конечно же, работать с физическим телом, коль проблема уже вышла на этот уровень. Но при этом нужно обязательно работать с первопричинами заболевания. То есть с негативными мыслями, с негативными эмоциями. И с энергетикой, с душами нужно работать. Вот тогда мы эту проблему раз и навсегда устраним. Я обычно привожу такой пример пациента. Вот если на кухне у вас раковина постоянно забивается, для того, чтобы раз и навсегда эту проблему решить, нужно выполнить два мероприятия. Первое – это почистить сток или заменить его. Это такой материалистический подход, то есть это физиология, коль мы говорим о здоровье. Второй подход – это нужно изменить стереотипы мышления, стереотипы поведения. Нужно перестать выбрасывать туда то, что нужно выбрасывать в мусорное ведро. Вот если мы выполним эти мероприятия, первое или второе, в отрыве друг от друга, проблема будет постоянно возобновляться. Если мы сделаем и первое, и второе, мы раз и навсегда эту проблему снимем. Вот это подход аюрведы. То есть всесторонний охват, комплексный подход. Проблемы. Соответственно, и терапевтический арсенал аюрведы, он довольно сильно отличается от арсенала современной медицины. Потому что ему приходится иметь дело вот с этими тонкими моментами. То есть с мыслями, с эмоциями, с энергетикой организма. Ну и, конечно же, он занимается и физиологией, безусловно. И вот здесь, на этом слайде, представлены основные, основное оружие аюрведы. Первое – это философия здорового образа жизни. То есть это некое позитивное, соответственное мировосприятие. То есть это некие духовные практики. То есть это молитвы, мантры, медитации. В той религии, которая вам ближе с ваших каких-то семейных традиций. Второе – это обязательно распорядок дня. С учетом, опять же, конституции человека, природных биоритмов. То есть у каждого человека будет несколько он отличаться. Не принципиально, но будет отличаться. Ну, допустим, люди капхадоши, им нужно поменьше спать. Ватадоши, у которых лидирует ваш ватадоши, им нужно побольше спать. То есть для примера. Затем, лечебное питание. Ну, лечебное питание – это, конечно, очень важная составляющая биоритической терапии. То есть, и можно сказать, что здесь привести такой пример, такую мудрость древнюю. То есть при правильном питании лекарства не нужны, а при неправильном они уже не помогут. Поэтому лечебное питание – это очень важная вещь. Опять же, лечебное питание назначается в соответствии с конституцией человека. То есть оно тоже индивидуально. Один и тот же продукт кому-то будет полезен, кому-то будет вреден. Следующее – это лекарственная терапия. То есть, как правило, это на основе, ну, скажем, природных, натуральных ингредиентов. То есть, ну, собственно говоря, это то, то, что нас здесь собрало. Да, вот препараты ТРАДА как раз-таки отвечают всем этим условиям. То есть, и мы их применяем для именно лекарственной терапии. Ну, и лечебные процедуры. Это самые разнообразные процедуры, которые включают в себя элементы панча-кармы, то есть там всевозможные промасливания, пропаривания, массажи, то есть различные там мероприятия терапевтические, то есть которые тоже помогают лечить человек. мероприятия терапевтические, ну, и обязательно это то, что мы назвали бы современным понятием лечебной физкультуры, ну, как правило, это некие асаны-йоки, то есть это дыхательное упражнение пранаямы. Вот обычный терапевтический арсенал аюрведический, который, в общем-то, мы и назначаем человеку, но назначаем мы это по результатам, так скажем, аюрведической диагностики. То есть в результате этой диагностики мы выявляем тип конституции человека, то есть доминирующие доши, которые нужно снижать, нужно успокаивать. То есть и мы подбираем то есть воздействия, которые противоположны свойствам вышедших из равновесия доши, тем самым мы их успокаиваем и тем самым мы решаем вот эти проблемы человека, то есть мы снимаем вот эти глубинные причины патологии, глубинные причины заболевания. Ну это я уже показывал вам. Вот, пожалуй, все, что я хотел сказать сегодня вам, можно вопросы позадавать, если есть. Так, я сейчас смотрю, вопросов пока не вижу. Если есть вопросы, можно их написать. Я постараюсь на них ответить. Да, вот Ирина благодарит. Спасибо, Ирина. Я так понимаю, что вопросов нет. Вопросы, оплату вопросы, да? Да, вот сейчас я увидел вопросы. Так, ну вот Наталья спрашивает, а как врачи-айрюдисты относятся к гомеопатии и биорезонансной терапии? Ну, врачи-айрюдисты вообще положительно относятся к своим коллегам, то есть, и будем говорить конкретно, да, то есть, гомеопатии. Вообще, аюрюдические методы оздоровления, они прекрасно сочетаются, ну скажем так, с аллопатическим лечением современной медицины и с гомеопатией в частности тоже. То есть, никаких противоречий не вызывает. Единственный момент, бывает, ну скажем так, иногда аюрюдическое лечение может уменьшить силу гомеопатического воздействия. И поэтому, если на практике пациент проходит как бы курс гомеопатии и курс аюрюдической терапии, ну, как правило, это требует все-таки согласования, потому что некоторые наши препараты содержат, скажем так, компоненты, которые могут уменьшать силу гомеопатических препаратов. Ну, это там вот мята и все такое. Поэтому, если у вас такая ситуация, то вам следует своему гомеопату сказать об этом, что вы проходите курс аюрюдической терапии и желательно ему показать те препараты, скорее его будут интересовать компоненты тех препаратов, которые вы принимаете, и он тогда скажет, насколько это совместимо. Так, в принципе, к гомеопатии никаких претензий нет, никаких проблем. Более того, есть такая бомбейская школа гомеопатия это такой, ну, что называется высший пилотаж гомеопатии. Она очень близка по идеологии кавер-витте. То есть, ну, вообще корень-то один называется. Что касается биорезонансной терапии, то здесь, скажем, все как-то, ну, скажем так, они существуют параллельно, что называется, да, никакой взаимосвязи особо нет. Другой вопрос, что явление биорезонанса, оно давно известно в аюрведе, но только не технически оно реализуется, а, скажем так, оно давно известно и учитывается. То есть, некое тонкое воздействие на человека только не с помощью каких-то техногенных приборов, да, а теми же природными свойствами. ну, например, то есть, допустим, если ребенку можно дать препарат, то есть, выпить какую-то таблеточку, да, а можно ему просто в ручку вложить, и иногда это решает все проблемы, что называется, то есть, не обязательно ее принимать, что называется. То есть, биорезонанс. Вот, как-то так. Валентина спрашивает, как понять, что Доша вышла из баланса, может, она природная такая? Да, вот, хороший вопрос, то есть, просто, ну, вот, как бы, это решается. На самом деле, есть разные способы определения, ну, скажем, конституции человека, дисбаланса Дош, то есть, ну, наиболее распространенные это, то есть, для Пракрити, это астрологические способы. Другой вопрос, что до наших времен не дошел единый признанный какой-то алгоритм, то есть, и разные юридические школы дают разные алгоритмы определения рожденной конституции Пракрити, но вот я лично, я использую несколько школ, я обычно как делаю, я беру у пациента, то есть, беру, составляю его натальную карту и просчитываю разными технологиями, скажем так, в соответствии с разными школами, то есть, просчитываю Пракрити, если результат един, я с человеком об этом говорил, если результат не совпал, а такое бывает, потому что, ну, вот, к сожалению, это такое высокое искусство, что называется, то тогда я говорю, что достоверно восстановить астрологически невозможно. Но это обычно, мы такой механизм используем, если какое-то удаленное консультирование. На практике, конечно, ну, скажем, классическая пульсовая диагностика позволяет определить Пракрити с высокой степенью достоверности, то есть, пальпированием, так скажем. Вот. Дальше, если говорить о Викрити, то есть, о текущей конституции, то определяется, какая Доша вышла из баланса, то есть, на практике можно определить, ну, опять же, несколькими способами. То есть, для вас это доступно, это тестирование, то есть, вот, многие книги, того же Фроули, да, Роберта Свободы, Васанта Ладоса содержат эти тесты, эти тесты есть в интернете, то есть, и отвечая на вопросы, вы подсчитываете баллы и определяете, какая Доша у вас лидер, вот ее нужно успокаивать. Это если говорить о текущей конституции. Соответственно, если это Пракрити, текущая Доша, то тоже ее нужно успокаивать, потому что иначе будет предрасположенность заболеваний, которые свойственны этой Доши. На самом деле, вот, следующий вопрос Наталья задает, как проводится аюрведическая диагностика. Вот, я лично, да, провожу ее следующим образом. У меня первичный прием, он длится порядка двух часов, и примерно половина уходит на диагностику. То есть, я сочетаю, как классическую аюрведическую диагностику, а именно, это так называемый метод пятизеркал. То есть, я очень внимательно осматриваю глаза, язык, кожные покровы, уши, ногти. То есть, там есть специальные такие признаки, по которым можно определить, то есть, дисбаланс Дош, можно определить заболевания органов, систем. То есть, затем, классический, классическая пульсовая диагностика, то есть, ну, методом пальпирования, я не знаю, вы сейчас это видите, то есть, моя рука, да, здесь имеются такие три точки на этой руке, то есть, мы пальпируем эти точки, пытаюсь развернуть, чтобы вы видели, получается, ну, вот здесь три точки, и, то есть, это, конечно, очень долго нужно тренироваться, то есть, и можно определить, то есть, во-первых, конституцию человека, ну, и многие проблемы, то есть, это такой классический подход, что называется. Ну, плюс мы применяем такие инновационные вещи, я применяю такую профессиональную систему, аппаратно-программный комплекс, ведо-пульс профессионал, то есть, это компьютерная пульсовая диагностика, которая тоже позволяет определять викрити, там, ну, и многие параметры еще человека, причем она дает взгляд, как бы, на человека, как с точки зрения современной медицины, так с точки зрения аюрведы, то есть, затем, на основании вот этих всех методов я делаю какие-то выводы, о которых подробно, которые подробно доношу до пациента, то есть, мы подробно обсуждаем его состояние здоровья, то есть, и, соответственно, затем уже составляется комплексная программа оздоровления, которая включает вот те элементы, о которых мы говорили, которые сейчас на слайде представлены. Так, Галина спрашивает, как объяснить различные деформации энергетического поля человека? Ну, это, вопрос, скорее всего, вот по этой картинке, которая была, в частности, вот здесь это так называемая визуализация, то есть, ауры человека по методу энергоинформационной адаптометрии, это болгарский профессор Влас, Лахов, такой, автор этого метода, то есть, опять же, определяется это по активности, биологически активных точек на кистях рук, то есть, составляется вот такая картинка. Что влияет? Вот эти деформации, влияет огромное количество факторов, практически все те факторы, которые влияют на ДОШи, они же влияют и на нашу ауру, на наше энергоинформационное поле, а именно, это наши эмоции, различные стрессовые ситуации, питание, климат, погода, то есть, лекарственные препараты, безусловно, влияют, даже биорезонансная терапия влияет, то есть, ну, практически все воздействия, они так или иначе, плюс или в минус, влияют на на наше энергоинформационное поле, и, соответственно, на ДОШи тоже, потому что это и такие явления близкого порядка. Как Галина уточняет вопрос, я имею в виду расшифровать, у меня есть видопульс с биоэнергетическим модулем, там конфигурация и цвета разные. Ну, довольно сложно мне это ответить на вопрос, потому что обычно, вот, скажем, видопульс, ну, лично у меня трактовка занимает, ну, не меньше часа, всех этих параметров, потому что там можно бесконечно долго говорить об этом, потому что там конкретные ситуации, но если вы говорите о биоэнергетическом модуле, то там, значит, там показана активность энергоинформационных центров, которые в эзотерике принято называть чакрами. Чакры, они обеспечивают взаимодействие как раз-таки вот нашего тела с внешней средой, то есть, это некие такие воронки, информации с окружающим миром в нашем теле, и, собственно говоря, вот, видопульс, она позволяет определять их активность, то есть, там есть блоки, нет блоков, то есть, где-то гипоактивность, где-то гиперактивность, вот, все это можно там просмотреть, ну, и плюс там увидеть поле, то есть, соответственно, та чакра, которая нарушена, ну, во-первых, это будут какие-то определенные эмоциональные проблемы, ну, допустим, вот вишутка, горловая чакра, вот, которая расположена здесь в районе щитовидной железы, если она нарушена, то уже можно сделать, ну, такие далеко идущие выводы, ну, во-первых, чисто такие физиологические, что, во-первых, это может предполагать какие-то проблемы щитовидной железой, надо как бы, ну, здесь посмотреть, пообнимательнее, то, что называется, человека, ну, и какие-то психоэмоциональные вещи, как правило, вот я у людей наблюдаю нарушения, если это гипо-нарушение, то есть, недостаточная работоспособность этой чакры, это, как правило, связано с тем, что человек не может высказать то, что считает нужным, или наоборот, вынужден говорить то, что не считает нужным, это, как правило, часто у преподавателей, у государственных служащих, когда, ну, таких людей, люди подневольные, что называется, которые вынуждены говорить о том, что, как бы, не соответствует их внутренней природе. Ну, это же, можно сказать, там, про любую чакру, то есть, она имеет связь как с психосоматикой, так и с физиологией, то есть, поэтому, это, конечно, очень интересный инструмент, такой, очень эзотерический. Так, вот мне подсказывает Евгения, что есть вопрос в общем чате про промасливание, сейчас мы его попробуем найти. Людмила, вата-конституция делала промасливание семь дней подряд, появилась сыпь на коже, что это означает? Это означает, что очень все хорошо у вас идет, просто замечательная битва, ну, вернее, как, немножко утрирую. Значит, смотрите, в чем идея промасливания? Ну, во-первых, если у человека доминирует вата-тоша, то промасливание, так называемая апьянга, домашняя апьянга, это кардинальный способ успокоения, снижения вата-тоши, то есть это, ну, скажем так, очень, очень хороший способ. Масло должно соответствовать, во-первых, вашей конституции, ну, здесь очень просто, все при вата-конституции, это кунжутное масло. Вообще, кунжутное масло, оно универсальное, его можно применять при дисбалансе любой доши, но при вата-конституции, это наиболее будет, наиболее хороший эффект будет. Дальше, конечно, возникает вопрос, как выполнялось промасливание. Вот сыпь на коже, она может быть вызвана двумя факторами. Первый, это, ну, скажем так, плохо смыли, да, и произошла закупорка, то есть пор кожи, и, соответственно, из-за этого пошла сыпь. Но, я думаю, что это маловероятно. Скорее всего, другой эффект. Идет очищение организма. То есть, в чем здесь механизм? На самом деле, здесь механизм очень глубокий. Вот, как правило, в большинстве своем люди используют промасливание. Ну, в основном, это женщины этим занимаются. Женщины вообще самая активная часть у нас, конечно, в России, да. Вот, и в основном, конечно, они преследуют какие-то косметические цели. И, безусловно, косметические цели здесь есть, то есть, косметический эффект есть, и его нельзя сбрасывать никак со счетов. То есть, очень хорошо улучшается структура кожи, тургор кожи повышается, то есть, предупреждается там появление морщин. То есть, ну, эффект просто великолепный. Но на самом деле, ведь процедура Апьянга, процедура промасливания, она гораздо глубже. Она имеет огромное терапевтическое значение. То есть, вот представьте себе, как это происходит. Вот кунжутное масло, оно проникает очень глубоко внутрь организма. Вот, современные исследования, они показывают, что масло проникает вплоть до вел легких. Конечно, в микро-микро-дозах. Но этого достаточно, чтобы вот эту аму, точнее, вот эти токсины, соли, если выражаться современным языком, немножко подрастворить, подрастворить, и они как бы отлепляются от мест залегания, и они становятся доступны для систем выведения. Понимаете? Поэтому на самом деле, вот это промасливание, это глубочайший детокс. И вот, собственно говоря, скорее всего, и у вас появилась сыпь, потому что организм начал высвобождаться от вот этих залежей токсинов, от залежей этой амы. У меня тоже у пациентов такие ситуации бывают, то есть, ну, бывают просто до смешных вещей, когда там девушки звонят, что вы с нами сделали, нам там на корпоративы, у нас там лица, все такое. На самом деле, неплохо бы при этом попить, ну, тот же трифалакс, чтобы помочь организму активизировать систему выведения, то есть, помочь выводить вот эту аму из организма. Вот, пожалуй, я ответил. Сейчас еще посмотрю, не появились ли. Так, Ромаслени ответил, и Ирина спрашивает, есть ли методы коррекции шейного остеохондроза 1-2 позвоночника в Айрведе? Безусловно, они есть, опять же, безусловно, комплексный подход, то есть, выясняем конституцию человека, то есть, текущую конституцию в Викрите, начинаем ее гармонизировать, то есть, именно вот в таком порядке, начинаем издалека, начинаем ее гармонизировать, то есть, это мысли, это восприятие мира, причем, это очень важный момент, то есть, все проблемы опорно-двигательной системы имеют, ну, такую вот, скажем так, психосоматику, это человек, как правило, очень жесткий в своих взглядах, то есть, на жизнь, на мир, то есть, какой-то стереотипы мышления очень сильные, и, соответственно, вот эта жесткость, она, Она отражается на физическом уровне в виде нарушений различного рода патологии опорно-двигательной системы. Затем начинаем эту нашу конституцию, то есть уравнивать доши, то есть успокаивать ведущую дошу. Это достигается питание, то есть ароматерапия аэровидической. Затем препараты, ну в частности здесь бы конечно бы остекар, бы попринимать, страдовский великолепный препарат, который применяется при заболеваниях опорно-двигательной системы. Масло остекар, то есть наружно просто наносить на некоторое время, один-два раза в день. И соответственно вот эти процедуры, вот домашняя пьянка, то о чем мы говорили, в общем-то она будет замечательная, потому что что при этом происходит? Вот при нарушениях опорно-двигательного аппарата, то есть когда происходит деформация костной структуры, она тут же начинает как бы обкладываться на то, что мы называем в простонародье солью. Вот эта соль, она имеет жирорастворимую такую природу, это белок на самом деле. И в общем-то вот эти масла, остекар масло, кунжутное масло, есть там еще огромное количество аэровидимасел всевозможных с очень красивыми поэтическими названиями. То есть они проникают глубоко внутрь, они подрастворяют эти соли и они в конечном итоге их удаляют. То есть как бы высвобождают. Ну плюс, конечно же, еще и методы йога-терапии, правда здесь надо очень осторожно, желательно под руководством опытного йога-терапии. Вот такой комплексный подход, он должен присутствовать при терапии любого заболевания. То есть начиная от мыслей и заканчивая лекарством. Вот как бы так, если кратко. Еще вопросы смотрю. Мне немножко не очень удобно. Я на самом деле вебинар веду первый раз, так-то лекции в общем-то регулярно читаю, но у меня вот это вот отсутствие обратной связи, конечно, тяжеловато, что называется. Так, Михаил спрашивает. Вы рассказали о том, что Айурведа затрагивает вопросы смысла жизни человека, ее предназначения. Затрагивает в очень общем смысле этот вопрос. Или есть какие-то конкретные взгляды на предназначения, приводящие к конкретным рекомендациям для конкретного человека. Глубокий вопрос очень, конечно же, вообще он предполагает и глубокий ответ. И вот, я не знаю, конечно, как тут по времени, но идея вообще очень глубокая. Смысл жизни, предназначение – это определяющая вещь в здоровье человека. Да, вот Евгения, администратор подсказывает, может быть, затронем тему следующей лекции. Но на самом деле, да, здесь, конечно, мы далеко зайдем. Это так называемая дхарма, да, то есть предназначение человека. То есть, если мы не выполняем все предназначения, мы будем болеть по-любому. Вот, так ушел я от ответа. Евгения, что мы тогда заканчиваем, да, потому что я так понимаю, что уже время истекло. Дорогие друзья, я благодарен вам, что вы потратили время на нашу тему. Я надеюсь, что вы его провели не бесполезно. Вот, и я желаю вам здоровья. А, пожалуй, самое главное, я желаю вам упорства на этом пути. Потому что вот юридический подход, он предполагает участие пациента в этом процессе. То есть, еще ни один врач на этой земле никого не вылечил, да, лечит кто-то другой. Врач, он только вот как бы соединяет ваши усилия со вселенной, что называется. И поэтому здесь нужно упорство именно самого человека, желание выздороветь, желание вылечиться. Но раз вы слушаете такие семинары, я думаю, что вы на правильном пути. Поэтому же здоровья всем и успехов. Спасибо. Вот Михаил спрашивает, когда будет следующая лекция. Тема очень интересная и актуальная. Но это вот, я думаю, что нужно следить за объявлениями трада клуба. Там есть программа. Вот и следите за расписанием. Вот и Евгений об этом же говорит. Спасибо. Сюда на сайте, в личном кабинете. Спасибо всем. Всего доброго. До свидания. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok